Многие СМИ разразились скандалом, сенсацией. Как оказалось, известная украинская певица Светлана Лобода активно рекламировала организацию Оплот. Правда, запись датирована еще 2013 годом. В то же время авторы сенсации указали, что Оплот был бойцовским клубом, который находился в городе Харькове. Как и большинство развлекательных заведений, клуб посещали известные и публичные люди. Не исключением стала и Светлана Лобода. С чем связано, что запись сплала именно сейчас, остается только догадываться. Возможно, это сделано для того, чтобы сорвать концерт, который Светлана Лобода собирается устроить 3 сентября на стадионе Черноморец в Одессе. Как отмечено в публикации, Оплот являлся бойцовским клубом. И на многие спортивные мероприятия, организованные и проведенные клубом, приезжали тренера и спортсмены из разных уголков Украины. Приходили болельщики, сочувствующие и просто любители спорта. Если следовать логике автора материала, то всех этих людей нужно причислять к сторонникам клуба. Но как в таком случае быть с людьми, которые выступали в клубе и отдали свою жизнь на востоке Украины? А вот еще один очень интересный персонаж, который частенько бывал в клубе. Узнаете? Это заслуженный тренер Украины, прославленный боец АТО и один из лидеров правого сектора. Так может не стоит все грести под одну гребенку. Если вы занимаетесь антипиаром, делайте это как-то по-другому.